Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, самые прекрасные на свете зрители! На Рождество мы идём с подругой в Центральный дом учёных на изумительный концерт. Но у меня не случайно здесь расположены мои малахитовые бусы, которые я одену на этот концерт, потому что мы идём именно в малахитовый зал, и там будет концерт, называется который «Свет рождественской звезды». А исполняет его ансамбль старинной музыки «Волконский консорт». Насколько он старинный, вы видите, здесь XVI век, 1573, Новый год бежит, «Цвет утренней звезды», «Ава Мария». Ну, в общем, всё-всё-всё очень такое старинное. Ну, а мы, проехав по Остоженке, тоже исторические улицы, я уже рассказывала вам о ней, и вы помните, что здесь район самых дорогих квартир, но это неудивительно, потому что это самый центр. Мы подъезжаем, разворачиваемся у храма Христа Спасителя и любуемся вечерним освящением праздничной рождественской Москвы. Это центр города, видите, идёт улица направо туда, к самому Кремлю. Ну, а любуемся, как метро Кропоткинская украшена красиво, сворачиваем на улицу Причистинская. Посмотрите, как здесь всё тоже красиво. Центральный дом учёных расположен на очень интересной, старинной и в то же время красивой, своими особняками, знаменитой улицы Причистинка. Названа она в честь знаменитой иконы Причистой Божьей Матери, которая находилась в Новодевичьем монастыре, в сторону которого и была проложена эта улица. Начинается она сейчас от метро Кропоткинская. Ну, а там, вы знаете, совсем недалеко до Кремля. Так вот, от Кремля ездили помолиться к этой иконе. И находится он в очень интересном особняке, в котором когда-то жил Иван Петрович Архаров, генерал-губернатор города Москвы. Ну, вы все знаете слово, наверное, архаровцы. Так вот, расскажу историю этого названия. В свое время, когда император сообщил Ивану Петровичу о назначении его военным губернатором Москвы, тот растерялся и сначала стал отказываться. Ну, хорошо, ответил император, я дам тебе человека, который в том тебе будет помогать. И дал ему в подмогу господина Гесса, старого полковника. Видимо, благодаря этому Гесса и возник пехотный полк архаровцев, состоящих из солдат весьма жестоких, зато очень дисциплинированных. Архаров отличался также своим радушием и хлебосольством. Если обычные обеды, на обычных обедах можно было увидеть до 40 человек народа, то балы, конечно, превосходили все. Но это было в московских традициях. А сейчас мы с вами в вестибюле Центрального дома ученых. По окончанию войны 1812 года усадьба завладел Бахметьев, заново отстроивший практически сгоревший дом. Затем усадьба перешла к Тутомину, а после кубер-церемонии Эстерома – Нарышкину. Он был вторым из легендарных персонажей, живших здесь. Иван Нарышкин слыл известным светским львом и шаркуном. Некий господин, из знавших его лично, вспоминал так Александра Ивановича. Небольшого роста, худенький и миловидный человек. Он, противоположной супруге своей, был очень общительного характера и очень учтив в обращении. После Ивана Александровича дом принадлежал Мусину Пушкину, затем Гагариной, а после Миклашевской с 1865 года и до самой смены власти здесь обитали купцы Коншины. Из них особо прославилась старуха Коншина, известная благотворительница. В родном городе Серпухове она основала целый комплекс всяческих благотворительных учреждений. В Москве – приют с больницей для увечных воинов, дом матери и ребенка. В Петровско-Розумовском – санаторий «Лазарет» для выздоравливающих солдат. Даже после ее смерти, наступившей в 1914 году, на завещанные ей средства возвели еще одно убежище для инвалидов, воинов и их семей. А известнейший московский пьяница Лукьяныч вспоминал о том, что сердобольная хозяйка неизменно принимала его в Сирово с почетом и уважением, не отказывала ни в спиртном, ни в деньгах. Впрочем, старуха и себя не забывала. В 1908 году она вдруг поняла, что старый дом уже не отвечает ее купеческим запросам, и решила выстроить дом миллион. Точнее, капитально перестроить старый. Мрамор выписали из Италии, зеркальное стекло из Бельгии, скульптуру бронзу из Парижа. Архитектором выбрала модного Анатолия Гунста. Именно в то время дом оброс псевдоклассическим декором, приобрел парадную столовую, позднее превратившуюся в ресторан, дом ученых, узорчатые дымники на крыше и ограду с львинами, фигурами и масками. Строгие искусствоведы видели в новой постройке все-таки купецкую архитектуру. А, впрочем, дореволюционные путеводители тоже не слишком жаловали коншинский дом миллион. С левой стороны, на углу мертвого переулка, стоит дом номер 16 Коншины, перегруженный богатым орнаментом в стиле ампир. Также пышно и внутреннее убранство этого дома, в котором современный архитектор Гунст пытался взродить стиль начала 20 века. Впрочем, без былого изящества. Однако же на вкус людей, не получавших специально искусствоведческое образование, дом Коншины был очень даже ничего. Ну, как он, можете посмотреть и сейчас, полюбоваться им. После революции Мария Федоровна Андреева, актриса, большевичка, супруга Горького и по определению Владимира Ильича Ленина товарищ феномен, решила открыть в коншинском особняке один из многочисленных в то время клубов дом ученых и отдала распоряжение официанткам. Кто бы ни пришел в дом, у вас должно быть одно обращение. Профессор. Уж коли вы не можете, говорит господин. Так в профессора попало множество бездельников, завсегдатые в ресторанах дома, не имеющих к науке никакого отношения. Работать с феноменом было тяжело. Была Мария Федоровна дамой своенравной и во время всевозможных споров с подчиненными нисколько не смущалась напоминать им о своем богатом прошлом. Отредактировать, к примеру, чей-нибудь документ или доклад, а на прентензии ответит – не обижайтесь, я ведь и самого Алексея Максимовича редактировала. Однако дом ученых сразу же стал популярным. Здесь считал стихи Сергей Есенин, а все Велдмир Хольд делился мыслями по поводу социореализма. Представьте себе художника, желающего добиться в портрете полного сходства с оригиналом. Ему, однако, никак не дается нос, и тогда он делает на полотне прорезь, куда вставляет доподлинный, живой и настоящий носище. Полное правдоподобие, но никакого искусства. Здесь обсуждали, точнее говоря, критиковали и ругали сценарий фильма Александрова «Веселые ребята». Тогда еще он назывался джаз-комедией. Подставьте английские имена, и получится настоящая американская комедия. «Вещь далеко не наша», – возмущался кинодама и свит шуб. «Это какая-то демонстрация умений. Сделано очень любопытно, занятно. Но это не наша». То «От Америки», «От Ревю» ей вторил Юрий Райзман. Комедия построена по типу Гаральд Лойдовских. Разница ли в том, что лойдовская комедия не отрывна от своей бытовой и социальной почвы Америки. Джаз-комедии положение есть, а почвы-то нет. Но Сталину понравилось, и фильм был снят. Рядом на набережной педагиды дома на Пречистенке открыли общежитие для ученых. Я вам уже рассказывала о дворцах-санаториях, построенных для советских трудящихся в 1930-40-х годах, о санатории Орджоникидзе, превосходящем своим великолепием дачу Сталина, построенную в это же время, в этом же месте. Ну, а теперь вы видите перед собой дворец для советских ученых. Центральный дом ученых с великолепной рождественской елкой. Очень красиво, что это очень красиво. А вот это очень красиво. Все сущные. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok